Привет, друзья! Сегодняшний влог. Мы начинаем с рыбного рынка. И сейчас Катюха возьмет, наверное, креветок. Хватит мучить животных. Я ему помогла. Он перевернулся случайно вверх кузиком. Я его обратно перевернула. Ты хочешь узнать, сколько вот это штуки это застает? Да. Я просто прочитала на сайте, что очень сильно люди рекомендуют попробовать лобстера с сыром. Ну, давайте вам немножко морских гадок расскажем. Ну, я о морепродуктах не особо шарю. Короче, это лангуст, а не лобстер. Смотрите, лобстер это то же самое, что омар, как я поняла. И они выглядят так же, как вот эти лангусты, только у них есть клешни большие. А это просто лангуст. Вот этот семицветный лобстер, который все-таки лобстер. В Тае его так называют, короче, я не понял, что прикол. Две с половиной тысячи бат стоят. Ну, всю тему вы, наверное, знаете. Покупаете здесь морепродукты, отдаете официанту. Отдавай. Мы постоянно ходим мук мани. А я уже рассказал. Вот, давай, клади. Возьмем просто рис с овощами и немножко креветок поклюем. Вот. Давай прямо здесь. Сейчас давай в первую очередь, да, как в прошлый раз в панировочке? У Катюхи появился фаворит, я об этом говорил. Кокосы мы пьем каждый день, а я взял фару-то себе. По поводу кревета, которую мы сейчас брали на рыбном рынке, они, я даже не знаю, дорогие или нет, потому что они не мороженые, крупные, стоят килограмм 300 бат. У нас получился чек 90 бат. 80 бат, 80 килограмм. Здесь прикол в чем? Мы заплатим заготовку здесь. 75 килограмм. По-моему, да. Каждый раз в чеке я видела заготовку приняты 75 килограмм. А я думаю, там 10 процентов просто берут. Да. Ну, не знаю, потом разберемся, посмотрим. Рис у нас вообще недорогой. 90 килограмм. 90 килограмм. Хотя там ни курицы, ничего нет. Если переводить, кстати, на рубли, получается, на самом деле не так-то идешь. Ну, слушай, там овощи, скрамбл. Это прикольно. Там есть кукурузка, где-то все. Какой-то он может. Ну, я сейчас не про вкус, а про цену все-таки. Ну, короче, ребят, сами решайте, дорого или нет. Но сам рыбный рынок сильно подорожал. Я когда здесь жил, помню, что креветки стоили по 150-200. Сейчас уже 300. Этот лобстер вообще чума. 2500 бат – это почти 6000 рублей. Ну, короче, сильно подорожало все. Принесли нам еду. Ну, я думаю, вы видели. Просто рис с овощами. Креветки у нас в кляре. Вот этот соус достаточно прикольный. Вообще, их дают тут очень много. Вот 5 штук. Креветки у нас в кляре. Друзья, мы сейчас поехали на какой-то бьюпоинт, который Катюха нашла в интернете. И каюты, и подъемы. Сейчас мы уже не сможем показать. Только спуски. Ну, о, дорогу покажу. Просто невеально. Надеюсь, вид того стоит. Я тоже надеюсь. У меня байк напрягается вообще. Очень крутой подъем. Ты, наверное, боишься свалиться, да? Да, я за тебя держусь. Держись, держись за меня. Ты меня испугал, сказал, что мотор лопнет. А он если лопнет, он что-то взорвется прямо? Да, мы сейчас с вами. В смысле? Все. Блин, ну, жизнь, дорога. Снова, брызг. Сейчас покажем. Надеюсь, там круто. Я ни разу там не был, поэтому очень интересно. Когда что-то новенькое такое, мне прям удовольствие заставляет туда доехать, посмотреть со своими глазами. Смотри, вообще. Господи. Сейчас байк скажет. Все, я устал. Капец. Самое главное, как мы будем спускаться? Мари, мне кажется, я на некоторых спусках буду просто пешком лучше. Мне кажется, у меня на спуске завоняют тормоза. Здесь очень круто. Да. А подниматься на самом деле легче, чем спускаться. Потому что у тебя работает только мотор, а там у тебя еще и тормоза будут. Еще здесь постоянно будет шевеление пусто, звуки. Это я по месту не еду, не перебиваю. Да? Да. Ой, тут прохладненько, хорошо. Куда? Правильно едем? Ну, типа мы приехали. Приехали? Ну, вроде как, да. Удивительно. Ни одного тайца, ни одного туриста. Хотя три минуты назад мы были на Патонге, где просто нереальные пробки. Я что-то не уверен, правильно ли мы идем, потому что там какая-то холупа и курица. Ну, пойдем посмотрим. Ну, давай, ладно. Вот эти хобби, чтобы они были, спасибо. Это правда. Это правда. Я не очень змеи, ну, как бы люблю и всяких там баранов. Я думаю, его тоже приятного мало. Но периодически, знаете, происходит шевеление в кустах, поэтому опасненько. Так вот, я даже не на себя направлял. Ну, и что здесь? А, вот она, эта девчонка с сиськами голыми есть. Да, это этот юпоинт, который я нашла. Какие сиськи, какие девчонки? Вот, эта девчонка, видишь, которую я тебе показывала, с крылышками с сиськами голыми. Вот она, эта лестница, наверх идет. О, прикольно. Прикольно. Что-то как-то опасненько все это выглядит. Ну, не ступи на гнию, пожалуйста, смотри. Ага. Так, это точно надежно? Я хрен не знаю, я высоко туда не пойду. Ну, ладно, поднимусь. Прикинь, сейчас вдвоем с тобой поднимаемся, и она такая, брык. Слушайте, ребят, ну реально стрёмно. Там металлические палки стоят, вроде бы. Я хоть высоты-то и не боюсь. Там бананы бесплатные, смотри. Где? Вон они. А, да. И причем в доступе нормальный, свободный. Слушай, ну, здесь бы немножко деревья подстричь, и вообще было бы шикарно. Вообще не было бы заброшенной випоинт, да? Ну да. Сюда никто не... Не сосал популярность у туристов. И если нет туристов, нет и бизнеса, тайцев, вот этого всего. Так. Вот у нас баба эта. Да я уж её заснял. Тут у нас курица. Да ладно, ладно, чего вы. Не переживайте. Вот, калинвью. А, ну здесь лучше вид, да? Потому что там деревья мешали. Смотреть, какая красота. Высоко. Пипец. Вот там у нас Патонг, Калим. Вот там Камала. Или Камала. Ой. Вот так вот. Ну мы немного времени потратили, поэтому меня не парит. Ты прям в обуви. А я сниму. Вот так еще выше получается. Это у меня вибранул телефон. Я думаю, это ж милец. Смешно. Смешно. Ой, пойдет вечером после ветки. Я не могу. Ну не факт, конечно, что она работает. Ой, здесь можно, слышишь, приехать сюда. Но я одна без тебя сюда не доберусь. Очень сильные крутые подъемы. И йогой-то заниматься. Видосики поснимать. Йоги. Ну только вечером или сильно рано утром. Потому что сейчас Жарюка. По-твоему, сколько градусов сейчас? О, какая дрова горячая. Пись, не обожги. Ее как раз сильно обожгло. Вот коленки. Ребят, я на карте увидела, что есть тут сквозной проезд. То есть мы приехали оттуда. А можно поехать дальше. И чуть будет дольше, но мы вернемся примерно на ту же точку. Я просто очень сильно опасаюсь ехать обратно. Потому что подъемы были слишком крутые. Я боюсь, что байк может не выдержать. Мы можем скатиться, стереть себе всю кожу. Здесь все очень долго заживает. Поэтому надеюсь, что там будет попроще. Согласен? Даже пофигу. Но если нет, то вернемся обратно. Здесь тоже крутые спуски. Наверное, не такие крутые, как там. Там вообще жестко было. Ну ладно, потихоньку не переживай. Яма! Сейчас у меня тормоза просто будут говорить, Андрей, останови, байк, дай мы отдохнем. Ну, я просто спускаюсь на тормоза. Угу. Если кто-то отпустит, то он, наверное, до 100 раз будет. Это еще через GoPro, да, видишь? Так картинка не передается, как глазами. Именно вот крутость. Мы когда с тобой ездили на Viewpoint, на острова Джеймса Бонда смотреть, я вот монтировал, и не было такого ощущения, когда мы на машине ездили. Да? Все там так круто. А глазами смотришь, думаешь, здесь нет. Да. Ну, и здесь красиво. Новая дорога, я ее никогда не видел. Угу. Ни одного тайца, ни одного туриста. Вообще никого. Не, ну, все равно интересно. Слышал звук тут, что было? Да, слышала. Это АБС. АБС? Угу. Куда нам? Нам? А, а я думала, нам налево. Да, налево. Ой, там, смотри, потом не диклайн. Куда поехали, там диклайн. Будем иметь в виду. Да. Ну, опять крутая дорога. Еще щебенка эта городская. Да, вот она добавляет. Там ручье, камушки, ручье. Прикольно. Тут просто смотри, плиты все раздолбалые, арматура торчит. Видишь? Ой, байк какой-то. Цивилизация. Цивилизация. Я стараюсь. По-моему, приключение это не вид этот, который мы как-то увидели, а подъем и путь, блин. Ну, дорога здесь вообще лютая, смотри. Береги давай задницу, я не знаю. С этой стороны сейчас поехали. Оп. Ну, классный диклайн. Просто мы в джунглях, понимаешь? Я-то понимаю. А ты понимаешь? Понимаю. Вообще, я, по идее, по встречке еду. По встречке? А, ну да. Ну, здесь фотки, здесь никого нет. Ну, да. Я, по-моему, не рассказывала, да, себе на камеру, то, что ездила один раз в сторону аэропорта по делам. И, короче, попала, по навигатору ехала, попала в какой-то лес. Вот. Там была нормальная сфотирная дорога, но там не было ни одного фонаря. Единственное, что освещало это, это мой байк. Жесть. Просто жесть. Надо было просто сам ехать. Здесь, конечно, вдвоем будет не так весело. О, какая-то живая постройка. Да. Сейчас, ребята, мы проедем в этот вот, все, я это расскажу. Хотя, что рассказывать? Я, ладно, и так, быстро. Короче, я попала в этот лес, и из-за того, что не было света, не было фонарей, только мой скупий все освещал, я сразу не заметила, подумала, что это лежачий полицейский, а это был питон большой. Было страшно. Вот. Но я тогда была без камеры, я ничего не снимала. Да и мне было не до этого, я испугалась. Ну, примерно такого же размера, как мы на Найхарне видим. Ну, примерно такой же, эти гуреи. Я подумала, что это лежачий полицейский. Резко затормозило, но он не сильно ровно прям лежал. Я поняла сразу, что это питон, когда подъехала поближе. Ой, здесь красиво вообще, да? Здесь красиво, эту дорогу прямо. Ну, покажи вообще, офигеть. Сейчас, если я проткну колесо, будет невесело. Так, и что, тут дальше куда? Ну, я думаю, налево. Ой, нет, там плохо. Женщину. Я сейчас сразу. По сути женщину сделаем наоборот. Я тебе предложила, и говорю, решай сам. Помнишь? Ну, это что-то не особо. Вот, и мы здесь проедем, вообще скажем. Да я слезу. Давай. Господи, хоть бы здесь не было озена. Змей. Тебя никто не заставлял, помни об этом. И не ругайся на меня, пожалуйста. Я просто показала новую дорогу по навигатору. Кто знал, что здесь все так плохо? Дорога, так дорога. Блин, Жень. Все хуже и хуже. Я чуть не улетел вперед. Так, я опять седу. Уже ты есть, есть. Я и пешочком нормально прогуляюсь. А по навигатору там шутся? Ну. Или просто глухая деревья, и нам надо следить? Ну, по навигатору выезд есть. Друзья, ну малошарики. Мы вернулись ровно на то же место, где находится Viewpoint. Ехали минут 15, наверное. И в итоге там была узенькая какая-то песчаная дорога. Мы решили не рисковать. Там еще обрывы. Ну, выглядело, ну согласись, стрёмно. Я вот, ну, как бы обычно не боюсь, да, всяких там моментов. Но там прям вообще что-то уже было люто. Я не рискнул. В итоге вернулись назад и поедем сейчас. Только я пешком, наверное. Так, как ты не хотела. Ну, я, наверное, пешком буду на спусках, я боюсь. А еще чувствуешь, как воняют тормоза? Тем более вдвоем будет тяжелее нас это тормозить. Такой химический вкус прям для. Надо будет немножко, чтобы байк отдохнул. И поедем. Только тебе очень хорошо. Один поедешь, тебе легче будет, но только, пожалуйста, не скатись. Окей? Постараюсь. Если что, ты спрыгиваешь за байк, опускаем, летит вниз. Ага. 110 тысяч бат. Ну, тебе дороже здоровье твоё обойдется, так что. Согласен. Такой прикольный звук был. Что это? Не понимаю. Пока тут стояли, пара туриков появилась. Мне кажется, они на хайкинг пошли. Потому что у них какая-то серьезная такая обувь. Я еще смотрю, думаю, блин, не жарко вам, ребята. Учитывая, что я в тапочках. Заодно зацените. Такая дорожка длинная, муравьиная. Удивительные, конечно, насекомые. Было бы прикольно отследить, насколько она длинная и куда они идут. Но мне не хочется, потому что я боюсь в листьях шерудить. И я уже говорила про всяких варанов, змей. Я опасаюсь. Лучше не трогать. А варанах есть не есть, да? Я видел не на пхукете варана. Как из кустов выглянуло и обратно. Хоп. И видел в Бангкоке варана, который жрал голубя. Прям схватил. Да. Да, большие. Это не змеи. Это прям такие существа. Они и плавать умеют, и бегают достаточно быстро. А вот в кустах, а то ли молодые вараны, когда они еще сели, они подросли, они умеют и ползать наверх. А крупные уже, когда выросли, они не могут подняться. Ну, может быть. Ладно. Сейчас я покурю, чуть-чуть еще водички попью. Байк как раз остынет. И мы поедем вниз. Со стороны кажется, что мы какие-то придурки нашли себе какое-то приключение на задницу. При этом ничего такого. Но, говорю, если как бы ты на байке находишься, и вот смотришь картинку, это разное. Все-таки. Мне это на самом деле интересно. Просто мне кажется, сейчас ноги будут списать, типа, там столько классных мест. Типа, что вы на Пхипхи, на Симилану не сгоняли, что вы туда не сгоняли, куда не сгоняли. Ну, может, еще сгоняем. Это ж не конец. Да. Мы еще визу будем продлевать. У нас еще будет бордерам. Возможно, 8 марта поедем туда. Что и будем, 8 марта будем третить автобуски? Да. Поедим там ямчик. Романтик. А? Романтик. Да? Виден профиль дороги? Да, вроде да. Ну, я вот опять постоянно на тормозах. Они сейчас очень снизили эти сильность из-за перегрева. Ну, это, кстати, фигня. Там подальше будет вообще поинтересно. А море видно? Здесь вид клевый. Да, здесь красиво. Блин, вот это я боюсь дороги. Нормально все будет, не переживай. Потихонечку, потихонечку. Но это все равно лучше, чем мы там ездили с тобой сейчас. Конечно, забавно будет потом смотреть на монтажки, как мы там угорали. Угу. Обой. Не переживай, все нормально. Сейчас тут норм. И вот тут еще сейчас будет пуск, по-моему. За деревом. Смотри, какое дерево красивое. Ну, лесокое какое-то. Андрей часто любит здороваться с тайцами по дороге. Едет и головой воняет. Здорово, здорово. Угу. Да, было прикольно. Ну, все. Наконец-то. Страх пропал. Да. Теперь мне не справиться. Все. Вот с ними-то поборолось. Да. А нам-то бы угорало. Ну да, просто улыбалась. Ну, все равно здесь красиво. Ты не жалеешь, что поехал? Нет. Мне интересно. Ну, говорю, я единственное. Вот месте, где мы развернулись и решили все-таки здесь ехать. Ну так, опасненько было. Не то, чтобы опасненько, Андреич. Я же пешком пошла на разведку посмотреть, как там. Ты бы там не проехал. Там пешком вряд ли человек пройдет. На байке тем более. Там вообще жесть была. Там просто размытая дорога, песок размытый. Прям, знаешь, такие... Какая-то узенькая такая дорожка была. И так как это арендованная байк... Там уже палки валялись, там деревья как-то, знаешь, повалили. Уже все. Ты бы не проехал на байке. Фу, друзья, у меня квадратная жопа. Чего-то мы так долго ехали. Следующая наша точка – это Старбакс, который находится на дереве. Я там не был. Понятия не имею, что это за локация. Это мне подписчица в Инстаграме посоветовала. И, наконец-то, мы соизволили сюда доехать. А место называется как-то Силофан Вьюпоинт. Покажем. Темный экран, надеюсь, видно. Силофан Бич Вьюпоинт. Ну, тут симпатично. Море, каменюки. А еще знаешь, что мне понравилось? И дорога очень живописная. Тут деревцы такие стоят. Вот собака, тут собака. Где? Ага. Ну и что? Ладно, смотри, здесь плоды такие. Плоды? Да, вот они, здесь. А, да, вижу. Что это? Ну, я не знаю, не могу сказать. Окей. Капункап. Капункап. О, есть. На, идите, смотри. Боится. Да, ешь. Ты рад? Да. Ешь, ешь. Шестипелек. Это я не кухар и мухар. Угу. Ну, ням-ням. Ням-ням. Ну как? Ну что, погнали. Погнали тут минуту Бастербакса ехать. Тут такой красивый вид, ребята. Мы еще, когда с тобой обратно поедем на байки, обязательно покажем. Там беседки вот эти. Прям прикольные. Не знаю, где тут Старбакс. Сейчас будем искать. Ну и вид. Вот, видите, на горизонте. Море. Все освещается. Деревья красивые. Красота. Ну и мы идем на разведку. Сегодня у нас прям день новых вьюпоинтов и точек. Мы, кажется, заблудились, да? Нет, там написано САИ Бестро Бар. Не Старбакс. Нам надо купить билет. Только я единственное не понял, где. То есть мы платим, и это как депозит, да? Да, то есть 150 бат нужно будет заплатить. Нас поднимут на чем-то наверх. И на эти 150 бат с человеком можем себе тратить копию. А, все равно не хватит. Лягушки-путешественники нашли. Вон пикапчики стоят. Сейчас заплатим. И пойдем посмотрим, что же это такое. Главное, чтобы недолго ждать. Смотри, они тут новенькие все. Тут круто, потому что здесь есть, ну, держалки такие. Потому что, ты помнишь, как мы поднимались? Да. Там все расшатанное, не было держалок. Там под углом, когда ты сидишь вот с той стороны, вот эта вся масса, она на тебя давит. Ребят, ну мы на месте. Очень красивый старбакс. Очень. Смотреть, какой вид здесь. Классно? Да. Ну давай, это что-нибудь куплю. Тебе давно говорили, ну давай сюда сходим. Пойдем, я с тобой отвечу. А если займу? Ну, другое место надо. Очень, очень экологично выглядит. Прям симпотно. Далее, как, доказатель Бекбута. Да. Единственное, я, конечно, старбакс не сильно люблю. С точки зрения именно кофе здесь не самый лучший. Да, хоть посмотрим. Тут вот булочки есть, круассанчики. Почему цены нет? Почему есть? Не знаю. Вот есть вот такие симпатичные. Ну вот эти все, мне кажется. Я думаю, может быть, шоколадные себе взять. Вот тоже шоколадные. Ну, на тарелочку брать. Мороженое есть. Ну, вот это обалденное, кстати, мороженое. Крем-брюле в апельке из карамели. Жаль себе патрулосамы. Я себе шоколадный. У тебя элмонд, карамель макиято и капучино. Сейчас всего этого дождемся. Сядем туда на креслице, повтыкаем и поедем назад уже. Следующий у нас маршрут – это португальская улица. Пхукет-тан. Верно? Да. А завтра мы с тобой уже поедем в Аклопарк. А ты что такая? Фотку хочешь? Ну, давай. Ну, везде есть, на красивом месте. Вот так вот, да? Будешь держать, типа, Мапони? Или стаканчик будешь держать? Стаканчик. А это просто. Самое главное не сказал, потому что будете спрашивать, сколько все стоит. Два кросса на два кофе 641 бат. Ну, как-то так. 300 из них мы купонами, конечно, погасили. А остальное – наликом. Классно? Да. Только единственное, мне кажется, я бы хотел в тенек. Просто целый день на жаре – это, на самом деле, невыносимо. И сейчас хочется отдохнуть именно в теньке. Давай, делай фоточки. И дальше уже пойдем искать место какое-нибудь по прохладе. Друзья, вот с таким видом вы пьете кофе, едите круассаны и кайфуете от этого вида. Мне очень не хватает здесь дронов. Было бы классно сейчас запустить. Надо тебе говорить, дрон – это я. Да, дрон – это я. Очень красивая, конечно, локация. Имейте в виду. Надо потом у тебя ее взять и вставить в видос, чтобы люди тоже сюда приехали. Я тебе сейчас продиктую, а ты просто скажешь. Там одно название отеля нужно запомнить – Синае. Давай покажем просто. Синае-Пхукет отель. Вы к нему подъезжаете и там учите вот этот, как это называть, трансфер, чтобы наверх вас… Ну, это я все показывал, поэтому да. Синае. Просто прикольно здесь почилить и провести время. Приезжайте лучше во второй половине дня, потому что солнце предзакатное, оно более симпатичное, я об этом сто раз говорил. Недешево. Но мне кажется, сюда приезжают именно за вот этой чил-атмосферой. Здесь тихо играет музыка, никто не орет. Я, наверное, самая громкая сейчас здесь, потому что все молчат и просто наслаждаются. Вот. Так что имейте в виду, моя рекомендация. Прям классно. И тебе спасибо, что нашла. Да. И спасибо этой девчонке, которая мне это рекомендовала. Я тебе об этом сказала, но она еще месяц назад. Она давно мне написала. Мы что-то как-то на другие места ездили. Слушай, ну мы выходные с тобой, надо сказать, постоянно куда-то далеко. Маленькую вставку вам не искала по поводу кофе. Неплохо. Правда. Звучит, конечно, странно, то, что до этого говорил, мне не нравится старбакс. Но вот прошло несколько лет, и я полюбил более легкий кофе, об этом тоже говорил. И мне здесь вкусно. Катюхе тоже нравится. Она попросила нудстронг, у нее очень легкий кофейный вкус. Мы с тобой одинаковые в этом плане. Если резко нам дать крепкий кофе, и мы его выпиваем, мы вдвоем будем на байке как мотор трястись. Да, трясучка начинается очень сильно. Такое у меня, как-то это объяснить. Не то, что тремор, какое-то чувство беспокойства, у меня какое-то раздражение начинается, и я не могу это контролировать. Да, суетливое такое состояние, непонятно. Нельзя просто сесть и выдохнуть, не получается. Не получается. У меня один раз был вообще прикол, когда я в автопутешествии выпил крепкий кофе на Shell, практически залпом. Меня два часа кошмарило. Просто я за рулем ехал. Ну, передо мной какая-нибудь машина, и я прям в таком состоянии, знаешь, суетливым. Но это вообще не очень. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, мы приехали в Пхукет-Тан, на португальскую улицу, в кавычках. Здесь в чем прикол? Архитектура прикольная. Можно половить, посмотреть какие-то детали. Катюха попала в свой рай, где куча всякой фигни. В общем, тут всякие безделушки, есть немножко одежды, магнитов, кружки, сувениры, связанные с Пхукетом, какие-то картины. В общем, куча-куча всего. Даже вон зажигалки есть необычные. Что, все вкусные? Такие заблыл внешне. Это соевые свечи. Вот это мне не очень нравится. Туалетом пахнет. Это то, чем из массажки можно? Ну да. Они такие уютненькие здесь. Ну, красиво оформлено. А если бы, прикинь, еще и живые были бы. Вообще кайфули. Еще День Святого Валентины не прошел в этом кафе. Красота. Я хочу тебе фоточку сделать. Хочешь? Ну да, ну смотри, прикольный. Там продавались десертики, написано no for kids. Я сначала думаю, в смысле, почему детям нельзя. Каннабис. Просто всякие там тортики. И попкорн с каннабисом. Очень фотогеничное место. Сначала Катя была скромна. А потом все-таки взяла телефон и говорит, все, давай-ка я буду снимать. Продолжаем гулять, наслаждаться, заходить в сувенирные лавки. Ну есть я пока не буду, наверное. А, все, я сам с собой разговариваю. Катя там что-то снимает. Решили тормознуть, освежиться, потому что воскресь мокрые лавки. Взял себе пэшнфрут сода. Втыкаем тут. На штуке прикольное заведение. Находится все на той же улице. Здесь вообще очень много напитков, но у нас забрали уже барную карту. Я прям столько не видел ни в одном заведении. Ну я как обычно пэшнфрут себе взял. Ничего нового. Прикольные выглядят, да? Вот с этими машинками сзади. Красиво. Да, симпатично. Ну че, как тебе Лука? Красиво, столько всего пофоткать можно. Да, я согласен. Мы тут не рассказывали ничего про архитектуру. И сотни зданий не показывают. Какие-то подкадрики. Мне кажется, интереснее самому сюда прийти и все посмотреть. Мне знаешь, что понравилось? Дай покажем. Сейчас люди пройдут. Смотрите, ребята, как красиво нарисовали. Классно, да? Да, красиво. Ну здесь такая своя атмосфера. Мне нравится здесь. Очень классно. Как будто не на Пхукете, да? Немножко кого-то в город попали. А если бы здания еще были повыше? Да. Мне кажется, здесь как-то темнеет. Тут огоньки как бы вырубают. Вообще симпатичные. Да? Ну сейчас уже темнеет. Я в принципе думаю, пока мы туда дойдем, уже прям темно будет. Наверное. Не знаю. Но сейчас уже полседьмого. По идее, минут 10-15. Да, и все, уже темно. Давай. Пойдем, наверное, перейдем сейчас в дорогу. Сейчас единственное, только зеленый. Ну не, мы не успеем, не успеем. Не успеем. Не торопимся. Все, они уже поехали. Там 2 секунды, и все. Красный. Я это не леку, не леку, не леку, не леку, не леку. Да, я видел. Да. Я даже фоточку сделал. И все, у них красный. Все, можно. Вот в этом заведении мы только что сидели. И туда идем уже назад, к своему байку. Вон огонечки, кстати, про которые ты говорила, уже врубили. Сейчас я вам покажу. Чуть подальше надо пройти, потому что нифига не видно там за знаками. А, я сейчас выйду вот сюда и вам еще покажу. Вон, видите, на фоне вот эти. Пик-пик-пик-пик. И так до горизонта. Так. Ну и Катюха как сорока. Это из Зельды. Но все равно, круче Гарри Поттера ничего нет. А мы с тобой даже не смотрели. Чуть маски. Здесь. Божьем. Пинг-пинг-пинг. И так. Божьем. Вотzysta. как приятно пока нас не было все убрали перестелили новые подушки все вкусненькое свеженькая подмели ну потому что я не знаю почему ребят но здесь накапливается очень много пыли при этом и не так часто открываем балкон чтобы сюда что-то залетало и стараемся не приносить с собой тряхиваем ноги и т.д. и т.п. ну не знаю откуда берется короче я буду заканчивать этот влог я надеюсь вам понравилось потому что дальше в принципе ничего интересного происходить не будет мы покушаем поужинаем сгоняем в принципе все дальше мы смотреть сериала как то так и хотел еще отдельно сказать про прическу вы все там ругаетесь она какая-то не такая конечно если вы целый день шлеме погоняете у вас вот такое начнется и может быть будет даже хуже поэтому тут все ясно понятно все ставьте лайки дизлайки ну и встретимся в следующем влоге все всем пока